Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря данные по бизнес-оптимизму Ифа Германии. 8.00 по GMT. Далее в 12.30 по GMT нас ждет отчет по роничным продажам канад. Важная статистика. За канадским долларом мы следим, и пара доллар-канад действительно раздает деньги в последние недели очевидностью восходящего тренда. Мы ранее очень своевременно спрогнозировали неизбежность снижения ключевой процентной ставки и высмотрели очень хороший потенциал для роста пары с вероятностью ухода доллара канадца выше отметки 1.38. Сейчас пара уже торгуется над данным уровнем. Также в 12.30 по GMT выйдут данные по заказам товара длительного пользования в США. Индекс доллара. Текущие котировки 103.90. Коррекция, которая может быть больше связана с эффектом конца недели и техническими факторами. Фундаментальный фон, я бы не сказал, что прямо создал идеальные условия для того, чтобы доллар перешел к снижению. Но если вы следите за моим контентом, вы знаете, я довольно скептически настроен в отношении роста доллара, потому что считаю, что на одном и том же фоне расти, а фон связан с пересмотром рыночных ожиданий масштаба снижения ключевой процентной ставки в США, уже, наверное, дальше и нельзя. И индекс доллара за последние две недели очень сильно прибавил, причем забрался на 4% выше, чем были локальные минимумы. И я почти уверен в том, что доллар сейчас является очень перекупленным финансовым инструментом и точно нуждается в том, чтобы его отправили пониже. И в вчерашних отчетах. Переечные заявки на пособие по безработице 227 тысяч против прошлого показателя 242 тысячи. Фактически, если быть объективным, друзья, то анализируя тенденцию по нонфармам, последние релизы недельные по заявкам на пособие по безработице, можно сделать однозначный вывод, что сектор испытывает сектор труда, испытывает прежние проблемы. И мы приближаемся к нонфармам в первую, соответственно, пятницу месяц. То есть следующая пятница, это 1 ноября, это как раз выход данных по нонфармам Пэрлс. И я практически уверен, что мы уже не получим такого чудесного релиза по количеству новых рабочих мест в месяц с хозяйственным сектором, как был в сентябре. В октябре статистика будет еще хуже, и цикл тенденции данных по перечным заявкам это подтверждает. Поэтому я жду плохой отчет и считаю, что доллар уже сейчас находится на пределе своих возможностей в плане роста, и дальше ему будет только хуже. Еще один отчет по рынку недвижимости. Количество выданных разрешений на строительство снизилось на 3,1%. Тоже негативный фактор, который может отчасти прояснить перспективы экономического роста уже в следующем квартале в рамках американской экономики. Золото за 1726 долларов за тройскую омсу, хочется сказать только одно. Сантимент сейчас 50 на 50, то есть рынок абсолютно без идейный. Очень хорошо то, что мы не стали искушать судьбу и все-таки решили зафиксироваться после того, как золото добралось до отметки 2750 долларов за тройскую омсу. Действительно, для того, чтобы золото перешло в плоскость каких-то новых трендов, нужно дополнительное фундаментальное топливо. Это больше ясности, больше конкретики по выборам США. Это фонд, связанный с усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке и какие-то значимые макроэкономические релизы из США. По статистике, значим, это точно конец следующей недели. По поводу Ближнего Востока я очень надеюсь, что вовсе не будет этой эскалации, потому что рассчитывать на рост золота и надеяться, что произойдет что-то страшное, это сделки, которые с низким коэффициентом кармы, друзья, скажем так. И я в таких сделках предпочитаю не участвовать. Давайте смотреть за сантиментом, когда мы поймем, что вырисовываются какие-то более-менее интересные новые уровни, то примем решение и снова откроем какую-то позицию. Но сейчас моя рекомендация – держитесь подальше от золота. Доллар канадец 1.3855. Расчет на снижение ставки был уверен. Ставку снизили на 50 байсных пунктов до 3.75%. И Банк Канады во время пресс-конференции дал понять, что это решение основано на значительном ослаблении инфляционного давления, с этим не поспоришь, инфляция в Канаде снизилась до 1.6%, вернулась в целевой коридор. Это произошло впервые за последние три года. И еще три месяца назад инфляция в Канаде была на отметке 2.6%. Понятно, почему Банк Канады настолько удивлен этим существенным прогрессом. Важный тезис. Банк Канады дал понять, что нейтральный уровень процентной ставки сейчас для канадского регулятора находится в диапазоне 2.25-3.25. А ставка на текущий момент 3.75. Поэтому делаем вывод о том, что до конца этого года в декабре Банк Канады может согласовать еще одно снижение ставки на 50 базисных пунктов. И это точно не оставит равнодушным продавцов канадского доллара, позволит паре доллар-канадец оказаться на новых локальных максимумах. Сегодня ждем данные по уровнячным продажам Канады. И будет неплохо, если пару данных дуэт активов отправят поближе к уровню 1.39. Особенно, если мы получим не самые хорошие данные по потребительской активности. И это будет для нас еще одним признаком дальнейшего ослабления инфляционного давления. Доллар-франк 0.86.60 тенденция, вектор, тренд и исключительно вверх. Бычая динамика это то, что мы ожидаем. На этой неделе, как вы уже поняли, никаких релизов по Швейцарии уже и не будет. Но в следующую пятницу выйдет отчет по инфляции в Швейцарии. И в прошлый раз показатель в годном выражении снизился до 0.8. Я считаю, что эта тенденция может продолжиться. Соответственно, Национальный банк Швейцарии может согласовать еще одно снижение процентной ставки. И он точно будет снижать процентную ставку, потому что целью уже является создание условий для девальвации курса национальной валюты. И это планируют сделать путем последовательного увода ключевой процентной ставки на отрицательную территорию, на отрицательное значение. Поэтому лонг в приоритете. Друзья, присматриваясь к этой сделке до конца года, 2025, она может принести очень хороший профит. Австралийц против доллара 0.6625. На мой взгляд, австралиец сейчас один из самых недооцененных рисковых инструментов. Прогноз Международного валютного фонда, что в среднем, в следующем году инфляция в Австралии будет на отметке 3.6%. Это бьется с прогнозом Резервного банка Австралии, который ранее отмечал, что не собирается кредитировать процентную ставку, пока не будет достигнут цели по инфляции. И поскольку это не ожидается в ближайший год, я почти уверен, что Резервный банк Австралии, конечно же, не пойдет на смягчение экономической политики. А если будут признаки усиления инфляционного давления, будет и повышение ставки. Отсюда ожидание роста по данному дуэту активов, по австралийской валюте, потому что Резервный банк Австралии держится особняком. Все другие мировые центральные банки снижают процентную ставку, а Резервный банк Австралии нет. Ну и, кстати, может себе позволить, потому что она и сейчас находится на довольно низком уровне, 4,35%. Биткоин, друзья, 68 тысяч. Я полон энтузиазма на эти выходные. Думаю, что могут быть сюрпризы в плане развития восходящей динамики. Надеюсь, что в понедельник у меня будет возможность сказать про тестирование 70 тысяч. Поэтому, если среди вас есть криптоинвесторы, оптимисты, я думаю, что этот прогноз точно поднимет вам настроение. Доллар иена 151,82. Мы ждали отчет по инфляции в Токио. В принципе, в соответствии с ожиданиями снижения показателя с 2,1 до 1,8, базовая инфляция тоже скорректировалась с 2 до 1,8%. Поэтому шансы на повышение ставки они ослабли. И отсюда я пока рекомендую в ближайшие дни до заседания Банка Японии также сохранять длинные позиции. К коротким сделкам мы еще вернемся, когда точно убедимся в том, что Банк Японии будет ужесточать национальную монетарную политику. Ну и рынок нефти 74 не последовало развития восходящей динамики. Инициативу продавцы перехватили. И мы сейчас снова на тех же локальных минимумах, на которых были в начале недели. С большой долей вероятности считают, что мы придем к отметке 70, нежели чем пойдем к уровню 80 долларов за баррель. Поэтому ждем развития нисходящей динамики. Друзья, на этом собственно все. Большое спасибо за внимание и хорошего закрытия недели. Всем пока.